За январь по автотворе, на каком основании он запрашивает премию, если у меня округ был особо хорошо, не чищен, даже жалует. Город убирается получше, чем по сравнению с прошлыми годами. Имеет ту же деятельность, которая была ранен. Я опять повторюсь, имеет место быть на сегодняшний день во дворах. Да, никто не скрывает, но старается по мере возможности, по негативности. А за что тогда? Великаем другие организации. Премия тогда за что? За выплаты на работу. Те дороги, которые находятся в ответственности уборки по Балавтодору и комбинат благоустройства, это парковая территория и дороги муниципального значения, это дороги второй и третьей категории, они выполнялись по очистке должным образом в соответствии с теми нормативными документами, которыми есть. Если говорить о внутриквартальных дорогах, которые обслуживаются и чистятся в соответствии с контрактами, которые работают по УБДХ, то да, здесь замечания есть. Мы их сами задаем подрядным организациям еженедельно, еженедельно собираем совместно как управляющие компании, так и подрядные организации, которые у УБДХ на подряде по очистке дворовых территорий. У нас вопросов много. То, что касаемо именно дорог внутри города, тоже считаю, что они выполняются в рамках тех полномочий и в рамках тех регламентов, которые есть. В прошлые годы ваши яркие были требования от бордюра до бордюра, до асфальта. Сейчас никаких бордюров не видно, но тогда вы заставляли предыдущего регламента и штрафовали его регулярно за эту работу. И он это делал. Даже площадь администрации была лучше. И здесь то же самое. Требования от бордюра до бордюра плюс метр от бордюра на зеленую территорию вывозь, он не снимается. И, естественно, эти требования останутся. Поэтому, конечно, то выпадение осадков, которое выпало у нас фактически начиная с 6 января за ближайшие две недели, оно дало достаточно большой объем осадков. И с тем наличием техники, которая имеется и в Балов-Подворе, и в комбинаторе было ускорено, они справляются в ровно так, как справляются. Требования остаются, и ответственность будет соответствующей. Александр Александрович, вы же сами говорили о церкви неудовлетворительной, давали 2-3 дня на выборку. Горы снега вдоль дорог, даже пешеходов не видно. ГИБДД проводило работу, выявили нарушения не во дворах, не на дорогах. Далее, министерство приезжало по госзакупкам нарушения выявлено. И при всех вот этих факторах, которые тоже указаны в положении об этой премии, что он пишет, что нет никаких замечаний, нарушений, ничего не выявлено, жалоб об основах жителей. То есть, как так? Еще раз говорю. Министерство есть, нашли нарушения. То, что касаемо Минэка, проверки по линии Минэка учреждений города Балакова, Балаковского района были, всегда были. Замечаний было много, мы вам можем также их показать. Их было очень много и в предыдущие годы. И в предыдущие годы. То, что касаемо уборки территории, количество осадков одномоментно, которое выпало за две недели, начиная с 6-7 января, на самом деле очень большое, вывоз по данным, могу предоставить, вывоз снега превышает за эти две с лишним недели намного больше, чем за предыдущие годы, особенно в прошлом году. В прошлом году осадков практически не было, но вывезено очень много. Каждый день машины вывозят снег. Мы Комаровы вывозим уже, наверное, третий раз, как одну из самых сложных территорий. Каждый день практически работают три бригады по вывозу снега. Поэтому говорить о том, что работа вообще не делалась, ну, наверное, так не можем мы сказать. Работа делалась с той оценкой, которая требуется по уборке территории в соответствии с нормативными регламентами. 20 января, январь еще не закончился, человек себе пишет, что он на все 100% по всем показателям выполнил. Это требование, это подача документов. Это подача документов в соответствии с нормативами. Мы ответим официально еще раз на этот вопрос, если потребуется. А вы проверите, сколько рабочих получили? Проверим обязательно. Проверим обязательно, сколько выплачено и рабочим, и сколько выплачено всем специалистам и в Балавтодоре, и в комбинате благоустройства, и в других учреждениях.